МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 19 по 21 февраля Москва принимает первый в олимпийском сезоне международный турнир по художественной гимнастике Гран-при Москва-2016. Гран-при Москва Гран-при Москва Гран-при Москва На тренировочной базе по художественной гимнастике готовятся к международному старту сезона лучшие гимнастки нашей сборной. Среди них лидеры Яна Кудрявцева, Маргарита Мамун и Александра Солдатова. Мы втроем стараемся везде во всем всегда поддерживать друг друга. И на тренировке я всегда смотрю, беру самое лучшее от Риты, от Яны. У Яны чистота и стопы, у Риты трудолюбие. У нас два лидера, потому что мы с Ритой всегда меняемся. У нас нет такого, что я там лидер команды. Если у меня ошибка, то она первая, если у нее, то я первая. В прошлом 2015 году победительницей Гран-при Москва стала Маргарита Мамун. Абсолютная чемпионка мира Яна Кудрявцева на первом старте в Москве была только второй. Я вот как раз таки на Гран-при в Москве всегда очень переживаю, потому что это Россия, приходят все болеть, все друзья, все знакомые, все дети. То есть все болеют именно за тебя. И у меня, видимо, это какую-то ответственность больше накладывает. Яна Кудрявцева. 18 лет. Рост 170 сантиметров, вес 44 килограмма. Что сегодня самое сложное у тебя? Для меня, наверное, самое сложное – это начинать, разминаться, просыпаться утром, вставать. А самое любимое? Самое любимое – это когда ты долго тренировал, и у тебя все получилось, как запланировал. Наверное, самое приятное. Яночка очень хорошая гимнастка. Она просто балерина. Очень финна, очень элегантная. Вообще, самая красота и элегантность, которой в гимнастике можно существовать, она эталон. 13-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, 4-кратная чемпионка первых европейских игр. Самая юная, абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики. Свою первую юниорскую победу на первенстве России Яна одержала в 2009 году в Дмитрове. Первое место из «Золотые дали» получает команда города Москвы. Насреты вручают. Тогда это, мне кажется, для меня были мини-олимпийские игры какие-то. Это было очень радостно, то, что не ожидала. Долго готовилась, надеялась, но не ожидала, что такой результат выйдет. И не ожидала, что такой результат выйдет. Яна родилась в Москве в семье олимпийского чемпионата. Яна родилась в «Золотые дали» по плаванию 1992 года Алексея Кудрявцева. И поначалу занималась плаванием под руководством своего папы. Мне как-то не очень нравилась идея тренироваться у папы, потому что папа у меня такой очень строгий. И у папы были друзья, которые предложили просто так для осаночки, для растяжечки. До сих пор исправляю осаночку. Приглашайте в семье. Яне было пять лет, когда она впервые пришла в гимнастический зал. В 11 она начала выступать на национальных турнирах в качестве юниорки. В 15 на чемпионате мира 2013 года в Киеве завоевала свой первый титул абсолютной чемпионки мира. Яну тренирует заслуженный тренер России Елена Карпушенко. Пропустим дальше, да? Что, хочешь сначала или только это место? Елена Карпушенко, которая тренер Кудрявцевой, у нее было очень много прекрасных детей. Но она их передавала, потому что она как бы их не тянула. Они не сходились. А вот с Кудрявцевой они сошлись. Ну, конечно, у всех есть какие-то заскоки. Может быть, переходный возраст какой-то год назад. Это ужас был какой-то. Если бы я была на лимбовом месте, я бы себя вообще не вытерпела уже давно. Или выгнала, или еще что-нибудь сделала. Ну, сейчас уже нет. Наверное, очень травма меня изменила. Что нельзя так себя вести. Это не просто единое целое. И, конечно, я очень счастлива, что это так. Насколько это возможно, я помогаю. Но самое главное, в таких случаях не мешать. Ирина Винер, главный тренер сборной, присутствует практически на каждой тренировке. И, конечно, главное слово в составлении программы и выборе музыки принадлежит ей. То, что делаем мы, никто не сможет сделать. Это однозначно. А то, что мы делаем с большими потерями сейчас, это правильно. Пусть люди знают и видят, что это все не просто так. Что не просто так все. А то, кажется, это все легко. Раз, два, сделали и пошли. Особенно для людей несведущих. Особенно. А мы показываем, как это трудно, и какие ошибки у нас сейчас происходят. Вот так. Бей. Бей спокойно руками. То есть, когда она входит в зал, у всех начинают дрожать колени, можно сказать. Я раньше боялась Ирина Александровна. Я не знаю, почему она меня вселяла в такой страх какой-то. А потом уже со временем, как она стала говорить какие-то ошибки, замечания, уже привыкли. И сейчас уже вообще спокойно. В этом олимпийском сезоне у Яны сложнейшая программа. Пока все элементы делаются отдельно, программа тренируется по частям. Яна полностью восстановилась после травмы на ноге, которую я получила в прошлом сезоне на этапе Кубка мира в Казани. Постепенно разрабатывается нога, входит в форму, делают упражнения потихоньку. Но те уже куски, которые я успела увидеть, гениально. Гениально. По правилам художественной гимнастики, только один вид упражнений может быть выполнен под музыку со словами. Для упражнения с обручем в этом сезоне выбрана очень известная песня о России. Этот выбор дался нам очень сложно, потому что, наверное, это очень ответственно, выступать под эту песню. Мне безумно нравится, и я надеюсь, что получится. В 2014 году на чемпионате мира в Измире и в 2015 в Штутгарте Яна Кудрявцева подтвердила свое звание сильнейшей гимнастки планеты. Кудрявцева выступала на последнюю чеканцу мира с поломанной ногой. У нее был перелом. Но она решила и выступила, и заняла все равно первое место. Вот это характер спортивный. «Железная девочка» – так называют дважды обладательницу приза «Серебряная лань» чемпионку мира Яну Кудрявцеву. В 2015 году Европейские Олимпийские комитеты признали Яну лучшей юной спортсменкой Европы. Бенгальская тигрица. Так ласково называет ее Ирина Винар. Не только за корни бенгальца отца. Она одна из красивейших гимнасток мира, обладательница невероятной грации, артистизма и поразительной скромности, семикратная чемпионка мира Маргарита Мамон. 20 лет, рост 170 сантиметров, вес 50 килограммов. Как? Нет. Как настроение? Тоже нормально. Какие задачи на сегодняшний день у вас с Аминой? Сегодня понедельник, после выходного тяжелее расходиться. Пока сейчас проходим по частям, разбираем, чтобы все чисто было. Традиционно Маргарита начинает сезон и выступление на гран-при в Москве очень удачно. Три года подряд она становилась победительницей гран-при. В этом году подготовка новой программы началась сразу после чемпионата в Штутгарте. Мы выступаем первый день на габорье, обруч мяч была в ленте, а потом уже кто как выступил, какие баллы получил, попадает в финал и уже там делает тоже 4, от 4 меньше видов. Семилетнюю москвичку Риту привела в секцию гимнастики мама. Олимпийская деревня находилась недалеко от дома. В 11 Рита решила, что будет заниматься гимнастикой профессионально. В Новогорск попала 5 лет назад. Я начала возить сюда мой личный тренер Амин Басил Назарипова показывать Ирине Александровне. И она сказала, что я здесь смогу оставаться только когда попаду в сборную. И как раз вот это было летом и осенью был чемпионат России. Я там хорошо выступила, попала в сборную и начала здесь уже жить. Идеальный вес гимнастки – это ее рост минус 121. Для того, чтобы исправиться с нагрузками, Рита должна придерживаться специального питания. Чего тебе нельзя? Нельзя. Ночного, макароны всякие. В основном рыбу, курицу, мясо, белок. Ну, овощей я могу есть сколько хочу. В принципе, а так больше 1500 калорий в день не есть нельзя. Перед тренировкой обязателен разогревающий мышцы массаж. Буквально вот до двухминутного такого сияжа. Разогревающий. И самый активный, который вы получите. Тренирует Риту выдающаяся российская гимнастка, чемпионка мира Амина Зарипова. Каждый день с 9 утра Рита уже в зале. Отдельные части программы повторяются по многу раз, оттачиваясь до совершенства. Послушай, раньше ты вообще уходила в угол со всей дури вот туда. И равновесие делала на близко. А сейчас ты пошла зачем-то по диагонали. И получилось так, что ты сейчас не делала. Видишь, куда ты пошла? Ты вообще туда начала заворачивать. На шагах вообще уже отходить сюда. Вот я видела, что Амина с самого начала подхватила эту Риту. И нянькала с ней. И тащила ее. И она так у нее и осталась. Я в первую очередь считаю, что своего спортсмена, свою гимнасту, ее нужно любить. Два. Стреться, и бог не вали. Все. И два. Любить надо свое дело. И любить детей. И видеть в них Божью искру. Вот и все. Все очень просто. Очень много работать. И работать с удовольствием. А не потому, что так положено и надо. И, в общем, Рита – это мой ребенок. Переживаю за нее, переживаю за то, как она выполнит, как она сделает. И, безусловно, гордость, когда это получается, все. Ну-ка, сделай мне граммбаррат вперед. Так. Голову закинь. Шикарно. В 2011 году на Кубке мира в Монреале состоялся первый международный старт Маргариты Мамуна. Пришлось заменить заболевших лидеров сборной, в том числе и Евгению Канаеву. Результат – бронзовая медаль. И это вообще был такой какой-то ошеломительный результат. И вот после этого Ирина Александровна стала больше работать со мной. В 2013 был мой первый чемпионат Европы. Я выиграла там упражнения с лентой. Мы выиграли там многоборья. И, то есть, я там была в других видах вторая. И Яна была там тоже для нее. Это был первый чемпионат мира, тоже дебютный. Мы как бы остались вот без опыта вдвоем с Яной за главных. Одна из самых выразительных гимнасток в мире Маргарита Мамун на чемпионате мира 2015 в Штутгарте получила приз «Мисс Элегантность». Ирина Александровна ее все время учит и настраивает на то, что она выходит не на соревнования, она выходит на сцену выступать. Она артистка. Ты должна себе ставить сразу задачу сделать так, как положено. А если у тебя не получилось, то должна подумать, что я должна сделать. Не как я должна сделать, а что я должна сделать. Моментально, вверх, вверх, вверх. У нас единственная возможность выигрывать – это создание на площадке образа. И такие элементы интересные, которые другие не могут в образ этот вписать. Поэтому работа над образом занимает огромное количество времени и сил. И у гимнастов, и у тренингов. В новом олимпийском сезоне в программе Риты все, что она умеет, все, что у нее получается. Четыре упражнения, четыре разных образа. Ярких и неожиданных. И для поклонников, и для профессионалов. Обруч и мяч мы составили довольно быстро. Мы выбрали музыку к этим композициям довольно быстро. У нас вот очень тяжело давалось как раз булавы. Потому что мы искали сначала музыку где-то в латина, в каком-нибудь танге, в каком-то танцевальной музыке. Но вот потом, в общем-то, нашли совершенно неожиданное было такое решение. Выбрали роковую композицию. На чемпионате мира 2015 Рита завоевала золото в упражнении с обручем, а в многоборье все-таки уступила первенство Яне Кудрявцевой. Несмотря на то, что на ковре они соперницы, в жизни близкие подруги. Мы на ковре соревнуемся, но прежде всего с самим собой, потому что выходим. Я выхожу одна на площадку, один на один. Как бы все зависит от меня, как я сделаю, насколько чисто, насколько я выполню все то, над чем работала. Она олицетворяет собой гимнастку высокого класса, женственную гимнастку. Таких сейчас гимнасток, мне кажется, даже в мире, таких как Рита, нет. Она одна такая, единственная. О! О! Какая разница, есть ли? Саша недомогала три дня, поэтому сегодня будет очень спокойная тренировка в таком сдержанном режиме. Вот, без таких каких-то упрощательных движений через голову. То есть сегодня нам нужно поберечься. Вот, я накидываю план. Третий номер нашей сборной, чемпионка мира и Европы Александра Солдатова. 17 лет, рост 170 сантиметров, вес 44 килограмма. Взято очень серьезная музыка у нее, программа сделана под мяч на песню «Долиды» «Мама». И понятно, что это должно быть нечто. Поэтому одними элементами и випкостью это все не объять. Так же, как упражнения с обручем «Призрак оперы», упражнения с пентом, как и опера Консорчайковского. Я думаю, что она справится, хотя это очень тяжело. Она делает невероятные пируэты, супер прыжки. Вообще, очень толстая девушка. Потом она по предметам делает очень сложный. На гимнастике, который на высокий уровень, она еще, скажем, не так, как у Дрявцева и Мамун. Они больше немножко взрослые и женственные от нее, но она старается. Саша родилась в Стерли-Тамаке и в 7 лет пришла в секцию спортивной гимнастики, когда семья переехала в Уфу. Потом мы переехали в Пушкино, и там я пошла в секцию Коля Николаевна Назаровой. Оттуда уже попала в Дмитров. В Дмитрове ее и увидела заслуженный тренер России Анна Гьяченко, чья воспитанница Дарья Кондакова в те дни блистала в команде. Гьяченко стала брать с собой 12-летнюю Сашу на тренировке в Новогорск, и девочка жила практически у тренера в машине. Вот, как ты должна бежать, Вашу. Да не нужно вот так. Вот, надо бежать. Вот, 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 надо бежать. Вот, надо бежать. Любовь – это не соловьиный стон. Жизнь свою отдавать умирает. Вот, это вот, жизнь свою отдавать. А у тебя соловьиный стон. То, что на нее обратила так внимание Ирина Александровна, и так с ней работает, это огромное счастье для меня. Мама, не так. Вот так, сюда, вперед надо бежать. Не так отставленным этим. А вперед надо бежать. Давай, сошь, нечем танцевать. На свой первый в жизни чемпионат мира Саша поехала в 2014 году. У меня была борьба до последнего. Контрольные тренировки каждый день, соревнования. Все, пока я на 10 баллов не сделаю, из-за уни уйду. Нужно сделать только спуск. Не подкручивая, не отворачиваясь. В статичном положении. Да. Ты уводишь руку. Ты руку уводишь. Из Измира Саша привезла свою первую в жизни золотую медаль чемпионата мира. Ну, это была радость больше не о том, что медаль. Радость была в том, что я выступаю там. То, что приехала мне, Ориен Санна, мне доверилось. И я смогла бы искать. Чемпионат мира 2015 был для Саши вторым по счету. Решение о том, что она будет выступать с обручем, Винер приняла накануне старта. Солдатова заменила Яну Кудрявцеву. Нужно было сражаться за медаль. Результат – три медали. Золото за победу в команде и два серебра за упражнение с обручем и булавами. Спокойно. Спокойно. Видишь, вошла в поток – все получилось. Вошла в поток – все получилось. Потому что бежала правильно. Потому что сделала это, это. Вошла в поток – все, тебя поток понес. И все получилось. Вот так надо доходить. Вот так режиссеры актерами работают, понимаешь? Конечно, есть актеры такие, как Анжелина Джоли и Вивьен Ли и так далее, и так далее. А есть актеры, среднички, и ничего с ними не сделаешь. Их или надо убить, чтобы они в образ вошли, или не знаю, что с ними делать, или самой сдохнуть, как это делаю я. А я не могу. Начало пусть сделаю. Ее Ирина, например, обожает. Она обожает ее, потому что это правда. Она очень надаренная девушка. Очень она и красивая. Вообще, я ее очень люблю. И в то же это время вообще не люблю за ее характер. Она девочка очень эмоциональная. И бывает, она отрабатывает программу так, что просто опустошается. Если мы работаем с Ирина Саной, она останавливает тренировку и ее отпускает. Потому что силы покидают, и надо сделать еще 10 раз. А ты уже думаешь, как еще? Почему? Нет, приходится, конечно, делать. Иначе никак. У нас преодолеть себя олимпийский девиз. Вот у нас тоже один соперник есть. Это мы сами. Вот если мы сами сделаем то, что нам положено, тогда, считайте, соревнования состоялись. У них почти нет личной жизни. Вся их жизнь проходит здесь, на тренировочной базе художественной гимнастики. Они заходят в гимнастический зал ровно в 9 утра, а выходят через 8-10 часов. Выходной день один, воскресенье. Но и его они часто используют для тренировок или занятий с учителями по скайпу. Им некогда даже помечтать. А если они и мечтают, то только о победе. Я пока живу только спортом, а жизнь и любовь. Не задумывайся, пока мечты только в спорте. У любого профессионального спортсмена есть мечта попасть на Олимпийские игры. Но не буду загадывать. Буду стараться ровно идти к лету. Олимпиада, достижения, это есть. Но если честно, как раз, вот только вчера я об этом лежала, думала, как раз, ну, у меня ночью не всегда сплю, поэтому есть время помечтать, подумать. И у меня есть мечта встретить настоящую любовь. Настоящую, которая бы снесла крышу и все поменять в своей жизни. Ну, то есть, естественно, после спорта. Редактор субтитров А.Семкин